здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать вновь программе хлеб на каждый день и уже в новом сезоне когда практически весна переходит в лето это нас радует это то что нам всегда дает стимул для новых свершений для того чтобы мы реально понимали получали то что нам принадлежит для каждого сезона и данный сезон именно такой на старте лето в конце весны у нас есть необходимость есть возможность позаботиться об урожае будущего и поэтому это хорошая аналогия аналогия того что нас ожидает вечности мы сейчас заботимся об урожае который будет еще нас ожидать вечности но то что мы сделаем весной это определит урожай это определит его объем это определит его сортовую составляющую ну и так далее я думаю что вы даже если не занимались фермерством никогда все равно понимаете что от чего бывает что ты сеешь что ты и женешь это духов духовный закон но он из физического нам очень хорошо известен и понятен поэтому мы с вами собирая урожаи также и сеем потому что что-то мы узнали и этим делимся что-то мы узнаем вместе с вами находясь в определенном путешествии а что-то мы уже можем пожинать или принимать как семя и сея для будущих урожаев поэтому сегодня мы с вами продолжим сорок четвертый псалом псалом достаточно красочный очень образный и говорили мы в прошлой программе на мой взгляд очень ценные мысли потому что это то что было откровением а то что является откровением от бога это всегда обогащает это всегда делает нас сильнее обстоятельств сильнее мнений людей и это очень важно потому что мнений может быть множество и академические и просто индивидуальные практические но если что-то говорит бог и открывает он он над всеми этими мнениями имеет суверенное право мыслить так как он мыслит и делится он с нами с людьми живущими на этой земле что нас естественно обогатит каждая мысль от бога исшедшая это то что нас делает похожими на него если эта мысль начинает нас преображать не просто прошла мимо как пролетела птица а то что нас зацепило о чем мы начинаем мыслить больше думать что мы практикуем это слово или эта идея мысль откровения начинает управлять нашими выборами и решениями поэтому текст который хочу прочитать сейчас это сорок четвертый псалом тринадцатый стих и дочь тира с дарами и богатейши богатейшие из народа будут умолять лицо твое если вы помните речь шла о чере то есть дочери который обращается господь и говорит тебе желает царь красоты твоей но там есть некоторые условия о чем мы говорили прошлый раз но теперь дочь тира с дарами идет речь о такой царице савской допустим да которая пришла к соломону с дарами также и стира могли приходить люди так как город тир он очень был значим по своей экономике если так можно говорить уже современным языком и своими достижениями и вот эта дочь тира с дарами и богатейшие из народа придут и будут искать лица будут поклоняться о чем здесь речь друзья то есть сегодня ценности этого мира очень высоко поставлены ценности материальные но те которые сейчас принимают духовное обогащение небом вот это начнет быть востребовано ближайшее время и поэтому как можно больше пропитывайся тем что является ресурсом неба что является небесным сокровищем и тогда когда это станет питанием твоего духа и твоей души то это же будет видно со стороны и люди вас желают всего небесный отец я благодарю тебя что мы живем в особом сезоне когда нам очень важно понимать что обогащаться небом обогащаться ресурсом твоим обогащаться мудростью это то что будет отличие отличительным в последнее время и ты желаешь нас обогащать но ты дай нам выделять время для этого и пропитываться небом как можно чаще как можно больше искать лица твоего и наслаждаться им во имя иисуса христа аминь всего доброго до новых встреч до свидания